здравствуйте друзья у нас на канале в рубрике интервью с блогером блогерами гости из польши до из кракова ну чё гости из кракова при представляйтесь дайте сдам и начнем кристина хорошо волода кристина его вы сами-то откуда из киева украина киевка я не понимаю так хорошо так ну может быть пару слов в киеве вы образование какое-то и там чем занимались конечно ну я по образованию бухгалтер закончил технику так потом пару лет поработал бухгалтером вымышником бухгалтера там просто бухгалтера понял что работа не самая оплачиваемая и самая благодарная и так получился я работал достаточно неплохой торговой фирме и потихоньку понял что продавать выгоднее интереснее и увлекательнее чем производить производить тогда особо нечего было и умения не было но так как я сидел как бухгалтер в отделе продаж как бы такое звено между бухгалтерией и отделом продаж то я это все видел впитывал себя где-то порядка о каких годах мы говорим значит это грубо говоря начало 2000 где-то 2001 вот я потихоньку начал продавать и увлекся продавал все что связано с компьютерами компьютерные комплектующие ну железо так сказать продавал это все до 2008 2008 от этого всего устал и захотелось чего-то своего и потихоньку нашему ушел давайте мы немножко я просто пытаюсь временно определиться вам вам годиков сколько если не секрет 35 36 35 36 то есть вы уже можно сказать после получения образования такая кристина случилась и уехала юристом так и вы юристом какого плана там в прокуратуре может или там срединых органов иски иски забирала машины то есть вас многие люди знали лично да и не любили ну естественно хорошо значит теперь вы знаете видимо будучи юристом и забирая чего-то у должников многое о том как работает система человек который станка стоит или там у кульмана я извиняюсь это это не фамилия значит стоит у кульмана он мало знает правда как работает система откаты взятки протекционизм там отмывание всего на свете вам не было противно с этого делали вы так привыкли уже думаешь какой я такой была как бы идеалистка что ли то есть меня так возмущало когда я в общем-то должна была выиграть а выходил судья говорил что будет подруг не в мою пользу да то есть я настолько была возмущена я звонила начальству я меня успокаивали и этот вопрос как-то решался без меня дальше вне судебно это ритуально это ритуально это ритуально это торги были но черт хорошо ладно значит теперь давайте дальше пойдем и так в 2008 году вы уехали в польшу или вы только решили что делать буквально вот 31 декабря вот четырнадцатого года в новогоднюю ночь мы хорошо понял тогда давайте определимся чем вы занимались между 2008 годом когда мысль мысль пришла и концом 2014 все-таки шесть лет когда мысли как-то воплотились во что-то примерно 2008 я решил делать что-то свое перед этим так получилось что так как я хорошо продавал там искал клиентов умел там принципе что угодно продавать я пошел другу я предложил у друга была юридическая компания моего возраста своя я предложил слушай давайте приду то есть буду тебе приводить новых клиентов и соответственно ты будешь платить там с них соответственно как бы юриспруденческая отрасль украине ну я говорю только за украину да она построена на больше как бы юристом вот я не такой идеалист как кристина то там надо было ходить договариваться я шел после кристины в отдельной компании в принципе юридическое образование не надо было у меня хорошо получалось берешь утюг потяжелее все так хорошо значит будьте здоровы значит и так все таки у вас возникла частная инициатива я в год поработал у своего друга у меня неплохо получалось потом уже по разным причинам уже пошел вот вольное плавание и вот где-то с 2009 я я веселю я веселю публику я уже работал на себя много чего пробовал и там одна тема более-менее начал при приносить доход и там она сколько до 2000 наверное 13 она неплохо себя чувствовал ну просто дело в том что в 2010 я просто понял кристину не даст соврать я просто понял что так как я видел вот эту всю коррупцию вот эту систему гнилую изнутри да ну изнутри и снаружи то есть и я просто понимал что рано или поздно и достаточно очень быстро это вся вот как снежный ком он ничего хорошему не приведет будет какая-то страшная развязка которая в принципе ну она их произошла вот на рубеже там в течение 2014 года и просто так как я кристине говорил вот 2010 что пора как говорится модная фраза пора валить ну так как в принципе какие-то деньги были неплохо для нас неплохо зарабатывал у кристины потом два декрета подряд она сидела дома достаточно неплохо себя чувствовал обеспеченная я берег я все хотел спросить если детки так значит первые вас двое деток все трое трое но они какого возраста примерно примерно 12 маленькие тоже есть так хорошо и кристина просто не понимала зачем то есть вроде все все вокруг все нормально деньги есть машины красиво ездят она не понимала зачем уезжать все бросать бизнес какой-то построен там квартира есть все есть ну и когда я говорю что ну рано или поздно станет станет не очень хорошо вариантов было несколько уже углубляться не буду но когда это все случилось и случилось примерно так я говорю кристина поняла что я не шучу и уже согласилась что действительно говорит стоит наверное спустя семь с половиной месяцев после перемещения вот сегодня как раз 17 вот 7 с половиной месяцев как вы перебрались у кристины появилось ощущение что надо было может раньше даже как-то вот она уже чувствую себя комфортно на новом месте я сразу себя почувствовал комфортно просто когда мы уезжали уже мы уезжали тогда когда я согласилась а когда я согласилась я уже была готова я терпеливо ждал я не нажимал потому что я знаю истории когда люди один не согласен ну как один другого тянет на иммиграцию да а в иммиграции всегда тяжело и потом вот этот который не особо хотел он очень мучается мягко говоря и мучает всю семью в итоге семья может распасться и ничем хорошим не закончится сплошь и рядом сплошь и рядом я не могу сказать что миграции это тяжело мне мне кажется что тяжело как раз вот оставаться там тяжело вот это подвиг вот а тут уже действительно ну да наверное это понимаете потому что вы уже тут ну как бы там да а я я не хотел ехать меня жена выдернула мне это нормально было то есть как бы так да значит вот как раз вашем возрасте мы были мне было почти 35 а жене было почти 34 вот мы и уехали а ребенку было почти 11 ну хорошо значит давайте про сам так сказать вот этот вот ваш процесс вот в эту трансформацию как вы оказались в польше в каком качестве насколько вы там будете я тоже сюда сейчас чихнуть через интернет и значит насколько это все скажем переносимо на опыт других людей может быть он сказать я тоже так хочу вот как бы в этом ключе как что за история у вас на тот момент когда я созрела наш бизнес развалился то есть нам хорошо легче его вовремя поперло соответственно не было денег чтобы уезжать и мы продали единственное что у нас было это квартиру и в принципе пока мы ее не продали мы не могли даже начать оформлять документы уже цены не те что пару лет назад продали не те и мы как бы пока начали продавать еще потеряли но я не знаю просто насколько это каждый может одеть на себя потому что нам ну как бы возвращаться некуда вы знаете у евреев говорят что когда надев остался мимо денег там или что-то говорит господи спасибо что взял деньгами там могло быть так могли взять другим чем-то ну хорошо и все поняли наше решение но ну а вы раз и уехали но все-таки вы уехали что по туристической визе или вы нашли работу или вы открыли бизнес или что за процесс процесс вариантов достаточно много да но изначально мы понимали что рано или поздно мы будем у нас желание амбиции опыт какой-то в любом случае откроем будем делать свой бизнес но какой заранее заранее сложно сказать на должен на месте соответственно пожить понять людей понять денег нет как пожить то вы сказали себе мы не будем пока работать а мы пока посмотрим оглядимся начнем какой бизнес и спустим все что есть в этот бизнес ну да некоторые воспринимают это примерно так принимали и и принципе воспринимают имеет право на жизнь но также мы понимали что в любом случае у нас есть и амбиции опыт и принципе рано или поздно мы что-то сделаем и мы с первого дня вот приехали мы понимали что что-то надо делать как но поздно так приехали по какой визе вы приехали вы уехали по рабочей визе в принципе до работы на что такое рабочая виза вас кто-то взял на работу да да но вы работаете у него реально или что чем чем кончил открыли компанию уже ну хорошо сначала приехали по работе еще и визе и ни одного дня не работа там нет там нет в той компании нет хорошо значит то есть рабочая виза была просто как поводом для въезда так получается вы могли с тем же успехом въехать по гостевой какой-то по туристической хорошо въехали вы по какой-нибудь визе в польшу я думаю это надо не безумно сложно решаемый вопрос хорошо въехали бы в польшу ни одного дня не работали соответственно вы там на месте не зарабатывали соответственно у вас остается вопрос легализации какого-то статуса который позволяет жить и работать в стране чего произошло дальше дальше я пошла учиться есть такие полициальные школы это типа пту но это требует специальные визы чтобы учиться это принципе на любой визе можно учиться дальше как бы то есть и параллельно мы стали снимать ролики буквально с 11 января с 11 на 11 дней мы начали уже снимать ролики и как бы просто снимали ради удовольствия у меня был еврейский план то что я предпринимал то есть те блоги которые были на тот момент толковой толковой информации выдавалось вот два человека все остальное это было про больше именно да про польшу жизнь польши и так далее и грубо говоря то что вы понимали ситуацию вообще в общем по польше то когда мы приехали вот это было там на новый год да и когда мы там после нового года буквально там 2 3 числа зашли в google набрали на русском языке где где скажем зарегистрироваться прописаться ну а по-другому называется замельдоваться да то есть ну зарегистрироваться то есть ты должен показать ну государство где-то живешь да да вот и вот при том что соотечественников здесь ну как минимум в польше там сотни тысяч а то может уже там и больше да а в кракове ну тоже достаточно огромное количество много русской вещи вокруг да очень очень все и меньше ее не становятся так вот и ни один человек скажем так я по-другому обычно Кристина говорит давай культурно ни один человек не написал где в кракове это может сделать такой уровень был как бы не то чтобы взаимопомощь ну просто было мало информации ну я действительно может они пролетариаты и ютюбом не пользуются может статистика потом показывает может но статистика пишет что больше никогда в своей истории не испытывала такого подъема как сейчас когда когда никогда не было столько свободы столько бизнеса столько прибыли там и так далее что просто какой-то расцвет сейчас польша и вот что-то цветет и пахнет есть ощущение что вы в европе есть ощущение что вы в какой-то свободной демократической стране или это просто улучшенный вариант совка или вот как какое ощущение когда мы ехали мы думали да что там немножко чище больше не заграница курица не в болгарию так говорили ну неважно можно и прополе это в ссср так говорили чем больше мы здесь тем больше мы понимаем насколько отличается и люди другие абсолютно у них история другая они они прошли другое они совершенно другие отношения между людьми другое пенсионеры совершенно по-другому себя ведут то есть вот такие маленькие мелочи я каждый день просто влюбляясь польшу ну то есть как бы ну как вы относитесь к мысли о том что вот краков абсолютно удивительный город вот так архитектурное это может быть одно из самых так ярких местом в польше и вообще может быть европе не на где вы там ездили и что видели с чем сравнить но вот краков сам по себе он он как бы сшивает с ног вот эта старина скажем мы были как бы ехали с не то что там с заниженными ожиданиями да чтобы когда завышенными едешь то естественно потом немножко неприятно у нас было как бы ну не было завышенных скажем так и вот как бы красота вот такая историческая мы ее как бы вот отдельно поставили да нас интересовали совершенно другие вещи то есть мы сейчас сожгли ну у нас вы понимаете мы сожгли все мосты да у нас дорога только вперед и только к победе у нас другие вещи интересовали и здесь знаете есть миллион мелких вещей которые построены для человека и ты когда приезжаешь еще не замыли на тем глаз ты еще не привыкнет ты просто ну ты каждый день удивляешься насколько продумано вот до мелочей даже сейчас уже тут в кракове уже не стоит вопрос делать велосипедные дорожки или не делать или делать их много или меньше и делают и делают много сейчас стоит вопрос уже другого порядка чтобы возле светофоров ставить такие поручни чтобы велосипедист когда останавливаться ему не надо было слазить этого велосипеда а он мог просто вот так вот облокотиться вот такие совершенно мелочи какие-то они вот они сшибают ты к этому не привык ты привык базовым функциям до выживания а здесь это вот продуманы продуманные мелочи поляки поляки они как бы сказать не то что устали вот от вас там все вместе взятых исторические насколько я понимаю польши с украиной не были близкими друзьями я вижу сейчас они очень по государственном уровне большая поддержка там и так далее но я думаю все-таки исторические связи и на самом деле на украине если мы посмотрим там массу там поляков убивали постоянно и вот националист всевозможные тогда и и даже в последнее время относительно последнее время скажем во время там второй мировой войны у них нет вот исторического осадка такого они у них нет вот этого по наехали и валили бы они все отсюда и так далее вот вы не чувствуете на себе отношение какого-то такого не неблагоприятного что краков очень отличается от других городов то что мы здесь говорим люди например которые где-то в каких-то не знаю может быть ближе кермании подальше от центра да они удивляются передавшись массаж и на наскосо смотрят где-то где-то говорят что забирают рабочие места то есть краков варшава гданьск врослав то есть такие ну крупные города люди на тут просто как бы в больших городах люди более как бы развитые и может быть более объективные то есть и на и краков привык может быть к иностранцам к туристам то есть трамвай едешь там и английский французский испанский и мы один раз за восемь месяцев буквально от подростков тоже на окраине города как бы они проходили там типа украины еще один украинец в таком плане то есть принципе вот у нас на канале но мы больше банили наших чем по поводу как бы вот этой вот исторического момента да и как бы не хотели мы поднимать эту тему но на канале она какой-то момент поднялась и в принципе но люди более были адекватны что давайте как бы простим и забудем друг долгу в таком плане но разное конечно ну да но мы в нашем поколении как-то это мимо нас все прошло где-то там в прошлом осталось поэтому они помнят они очень конечно они по конечно помнят но не выливается лето на живых людей которых ты видишь на улице вот же о чем речь идет хорошо такой вопрос значит все-таки вы приехали по одной визе дальше вам надо было как соскочить на что-то еще вот вы сейчас на что соскочили или вы в каком каком вы статусе если не секрет к и мы все еще на вот этой рабочей визе она еще у нас до конца года грубо говоря и она позволяет ну в принципе она позволяет работать на себя заниматься бизнесом мы открыли компанию соответственно компанию уже работы интересно в америке например если вы приехали по рабочей визе и ближайшие 10 дней там или две недели не помню не приступили к работе то вы уже находитесь в нарушении если это нарушение продлилось 6 месяцев то вы уедете отсюда с волчьим билетом там лет на десять поэтому здесь это строго относительно строго но я понял то есть вас не вас никто не трогает с этой самой визой хорошо но все-таки но а в конце года вот что вы будете делать через пять месяцев когда кончится мы уже будем делать есть то есть мы не то что мы там как бы как-то выдумывал какие-то обходные пути это в рамках абсолютно в рамках законы и так далее то есть на сегодняшний день компания уже работает уже платит налоги мы платим за себя государственное страхование то есть все что от нас требует законодательство нужно выполнять вопрос не речь не о том что вас депортировать могут речь идет о том что будет когда кончится виза а какая у вас дальше будет виза дальше дальше не получаешь аita карто побы тому карта ну как же видно житель студа временно изначал он получается времени а он получается на основании или ты работаешь зарабатываешь ночное или это работающая себя или ты учишься или так далее даже случае у нас есть компания мы не работали мы зарабатываем под те ноги и соответственно мы будем подавать на угря ni на основании вот этого этой компании. Есть такой процесс, я понял. Ну, конечно, все это в рамках закона, все в рамках. Хорошо. Значит, проходит там, не знаю, сколько лет, вам там к сороковнику, допустим, и вы уже граждане Евросоюза, там, Польша, Евросоюза, там, всего на свете. Вы, как бы, пустили корни в Кракове, или вы, может быть, поедете в Ирландию, а может быть, в Испанию, а может быть, вы по Мастердаме поживете. Вот, вот, какая картинка на сегодня в голове? На сегодняшний день, когда мы приехали, ну, мы когда ехали, конечно, был стресс, и такие вопросы мы себе не задавали, да? Ну, конечно. То есть, там были совершенно другие вопросы, уехать, где-то поселиться, найти себя, найти источник дохода, мы с первого дня об этом думали. То есть, это не то, что мы там работать не будем, будем прожигать и так далее. Соответственно, что дальше? Ну, Кристина, Кристина через месяц сказала, что она хочет тут жить, в этом районе, то есть, там, где мы живем, что ей хорошо, ну, здесь действительно классно. Деткам хорошо, им нравится там? Да. Да. Дети. Дочка первая и лучше всех начала говорить по-польски. У нее уже, вот, за буквально первые, там, четыре месяца пребывания, у нее уже даже надо тут говорить по-русски, но мы дома по-русски говорим. Да, да, пш-пш-пш, да, да, пш-пш. Ключим акцентом. Пш-пш-пш, пш-пш, да. Пш-пш-пш, пана. А дальше, ну, пока, пока здесь, пока мы, ну, я же не буду за уши Тимо, жену, да? Я вообще изначально долго мечтал про Австралию. Какой, смотри? До сих пор не отпускают. Но мы решили так, когда заработаем на поездку, мы-то съездим, как туристы, и тогда уже примем решение. А то, знаете что, в Новой Зеландии некоторые живут, если уж совсем куда-нибудь отбиться. До сих пор, да. Да. Ну что же, хорошо. Пока здесь действительно хорошо, действительно здесь много возможностей. И вот именно видно, то, о чем говорили, да, то есть там свободы и так далее, в рамках закона все оно есть. Хорошо. Давайте с вашим блогом проясним. Значит, вы о чем рассказываете? То есть, грубо говоря, так, у вас есть такая тематика, допустим, как другие люди могут повторить этот путь, например? Или о чем? Или просто семейное, чтобы теща смотрела? Нет. Нет. Сколько подписчиков сейчас? Сейчас шесть тысяч с половиной. Это очень прилично, ребятки. За полгода. Ооо. Слушайте, это очень прилично. Подождите, теперь... Это говорит о том, что вы в такой маркет-нише, где никого больше нет. Хорошо, значит, теперь такой вопрос дальше. Вы знаете, сколько за месяц просмотров у вас на видео? Конечно. Сколько? Порядка 150 тысяч. За месяц? Да. Ну, уже вот на сегодня, с нового года, уже миллион, миллион и где-то 50 тысяч. Ну, это оно быстро накручивалось. Но если посмотреть, скажем, за последние 30 дней, то это будет 150 тысяч. Да. Это очень много, с учетом того, что у вас 6 тысяч подписчиков. Это безумно много. Я вам могу сказать, что у меня 73 тысячи подписчиков. И у меня вот сегодня, сейчас поменьше, скажем, в мае было там миллион 200 тысяч. Миллион 200 тысяч просмотров. Но вот, допустим, за месяц от сегодняшнего дня назад, это было там 700 тысяч. Но у меня же подписчиков в 12 раз больше. То есть, у вас невероятные цифры, вот это статистически, у вас там очень сильный такой, как сказать, магнетизм вот такой польский. Ну да, есть. Есть новичка. Значит, как часто вы видео делаете? Каждый день. Это была цель. Каждый день мы что-то снимаем. Каждый день мы даем какую-то информацию. Тему. Вы просто так, увидели птичку, сделали птичку, или вам вопросы задают, и вы все по вопросам? Во-первых, был свой опыт, да, свои грабли. Мы приехали, мы не знали, где там, где здесь сделать то, где сделать это. То, о чем я говорю, информации не было, ну, практически вообще покракал. Понятно. Мы начали вот просто свои шаги, которые мы проходили. Хозяйки на заметку, понял. То есть, так, практически, раз, два, три, четыре, пять. Вам гадости пишут? Еще раз. Гадости нам пишут? Да, конечно. А вам в связи с чем пишут? Что мы самые умные. Что мы самые умные, что мы не той национальности, или просто... Нет, подождите, подождите. Это вам кто пишет? По-русски? И русские тоже. Ну, больше, да. Да, так называемые, как это называют, болты, да? Ну, это, может быть, бывают какие-то, видно, магнитные боли. Нет, люди эти откуда? Это не поляки? Нет, поляков. А, окей. То есть, вам по-русски пишут. Хорошо. Поляков буквально два, весь период забанили. Все, я понял. Значит, то есть, вам пишут люди, которые... Ну, вам не говорят, что вы родину предали, например, такого нет? Ну, конечно, бывает, конечно. Бывает? А как же, конечно? Как Тарас Бульба-то, помните? Говорят, ну шо, сын Кво, помогли тебе твои ляхи? Помогли. Да, хорошо, значит, не понимал Тарас, не понимал. Значит, а вам говорят, что вы обманываете, например? Что вы, как-то вот вы, ну, не знаю, а в чем вас обвиняют? В чем претензия? Ну, иногда, что мы не совсем правильно что-то говорим. А, то есть, люди, которые точнее знают, как надо? Да, да. Окей, окей. Ну, или глобально, что вот мы честно тоже на канале признали, что мы продали все, что у нас было, и уехали просто вот, не глядя, да? И чего? Ну, соответственно, тоже по этому поводу, что мы, типа, ну, типа, ну, что, там деньги уже закончились, да? Скоро там уже... По нашим подсчетам у вас уже должна виза закончиться, что... Рабинович, как здоровье? Не дождетесь. Да, 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 да. Вот, поэтому. Понятно. Мы для себя приняли такое решение, иногда я, конечно, его нарушаю в милу своей вспыльчивости, если мы видим что-то не то, или человек как-то не так начинает, вот, некорректно... Надо сразу как-то. Сразу без разума. Абсолютно. Мой опыт такой, что из девяти, из десяти ситуаций, когда я думаю, что-то забанить, не забанить, все равно девять потом забанишь, просто он еще успеет там больше времени твое занять, из десяти ситуаций, когда какое-то сообщение, и ты думаешь, ну, вроде так, оно... Не знаешь, что с ним делать. В девяти случаях из десяти к этому сообщению сразу гнилое место появляется, к нему сразу пристраивается целая вереница гнили, и ты все равно его удаляешь, поэтому самое правильное рубить на корню просто. И есть уже определенные, как бы, ну, как сказать, приметы. Понятно. Знаете, как... Ну, там все сразу видно, понятно. Да. Даже уже как-то ты чувствуешь, когда ты читаешь человека, он может еще такого не написать, но ты чувствуешь, и пойдет, что уже... Я сегодня с нашей выпускницей, которая блогер... У нас много, на самом деле, выпускников, которые тоже этим занимаются, и вот я с ней сегодня разговаривал, там мы советовались по разным вопросам, и она говорит, ты знаешь, говорит, вот когда 3000 дошло, сразу посыпались вот какие-то комментарии нехорошие. И я ей прислал, скопировал у себя из YouTube вот такую пачку слов нехороших, которые у меня в фильтре стоят, вот. И она, она секунд 20 в себя приходила, когда увидела это все, и ей... Так, знаете, женщина, да, нервы слабые. В общем, фантазия просто глупая. Ну, да, да, но это не первый человек, которому я отдаю свой, так сказать, багаж выстраданный, так что... Надо будет попросить у вас тоже. Да, ну, у вас, может быть, там по-другому, специфика аудитории, может быть, другая. Я вот сегодня, когда копировал, вдруг увидел, что у меня там стоит слово «Сирия». И я думаю, наверное, был какой-то момент, когда было какое-то обострение, я не знаю, почему «Сирия», но вот «Сирия» я убрал, надо было убрать «Сирию» там, не знаю. Такие пироги. Хорошо, значит, человек, который придет вас смотреть, он увидит, как, допустим, в практическом плане адаптироваться в Польше. Это я понял. Человек, который не то чтобы собирался завтра ехать в Польшу. Может быть, он думает о Голландии. Он что-то у вас найдет? Нет. Хорошо. Человек, который просто, ну, просто любопытный. Ему интересно, ну, вообще о жизни интересно. Вот у меня на канале масса народа, которые не собираются эмигрировать, но вообще интересно. Они и про птичку посмотрят, и про, там, автомобильный салон, или, там, что-то такое. Вот у вас есть такие? Ну, я думаю, да. Да, да. Ну, мы снимаем на улице много. Тоже необычные. Что нас удивляет, мы людям передаем. Я тоже так. Мне там некоторые пишут, Миша, говорит, он приходит в восторг от всякой ерунды, которая вроде там, но видно, что ему нравится. Я действительно, вот, едешь по дороге, думаешь, боже, красота какая-то. Знаете, есть анекдот такой, да? Про красоту. Когда вы говорите свои эмоции, то они передаются через эти руководства. Я не знаю. Такой был анекдот, что парень, ну, сельской там парнишка, приезжает из Москвы в село, ну, там ездил, вернулся, и там поставили на стол, ну, село собрались, там все говорят, ну, говорит, Ваня, рассказывай, как Москва? Ну, и он говорит, ну, говорит, ребята, так по городу ходишь, конечно, впечатлений миллион, но вот когда на Останкинскую башню мы поднялись, и, говорит, весь город как на ладони, и я влево гляну, а, твою мать. Прямо гляну, а, ты, твою мать. А направо посмотрел, и говорит, ты чего плачешь, мать-то, чего плачешь? Она говорит, ну, как же не плакать, сынок, красота-то какая. Вот. И вот я постоянно в этом состоянии, красота-то какая. Хорошо. Это как ребенок, он видит время новое, да? Только ты взрослый, и ты можешь это осознать, и выдать это все. То есть вот это вот. Слушайте, а вот я показывал несколько человек, у меня были ребята из Дании была женщина, из Германии, из Франции, вот в Европе люди, вроде недалеко от вас. Вы как-то общаетесь вот с европейскими такими блогерами из других стран? Вообще с блогерами общаетесь с другими? Конечно, конечно. Ну, больше по-польше. Пока что. Мы просто, ну, мы же еще корни допускаем, да? Вот когда мы уже там наладим доход, там, решим там какие-то вопросы с статусом нашим долгосрочным, да? То есть не надо там каждый день думать о нем, да? Что сегодня надо что-то сделать, чтобы завтра тут остаться. А вот когда это все уже будет более-менее как бы устаканено, схема будет, система работы, да? И вот тогда уже, наверное, мы поедем там вот туда, нам вот туда и туда хочется поехать, посмотреть. У нас есть знакомые в Германии, друзья. Ну, в принципе, пока все. У вас есть там, в Швейцарии? Микроавтобус есть, так что всю семью и поехали. Пока нет, очень хотим. Ну, мы как раз микроавтобус, да, хотим, да. А я как начал большие тачки водить, так не могу остановиться, вот не могу в маленьком. И еще сидишь по-другому, так вот вроде сидишь и на дорогу смотришь. А когда в обычный седан садишься, у меня такое ощущение, что я сейчас попой начну скрести по асфальту. Вот это вот низкая посадка, и такой маленький весь, и все вокруг. А у нас тут принято здоровенных машин, потому что горы рядом, океаны, народ ездит сюда, они привыкли в этих SUV или минивэнах, тут очень много. Вот, и прям чувствую себя такой козявочкой. Ну да, да, они тут привыкают. Конечно, есть соблазн купить авто, потому что они тут в разы дешевле, чем в Украине. Но в последний момент мы уже собирались, ну, двое детей, ну, двое с собой. У нас просто один в Украине остался. Да, остался в Украине. И, в принципе, ну, удобнее, конечно, было бы с машиной. Мы последние, они реально доступны. И в последний момент, когда мы уже, как бы, вот уже собрались, вот уже брать, нам один из поляков наших, мы их называем ангелы, они так появляются из нее туда, помогают нам или что-то на нас делают. Иногда даже просто помогают отдохнуть. Вот один день нас вывозят куда-то в горы. И он говорит, так, ребята, я вам, говорит, конечно, помогу купить, но может вы как-то с доходами сначала там бизнес сделаете, а потом мы такие, ммм, почему он прав? И оставили эту идею, да. То есть, какая-то мудрость народная на вас проливается. То есть, не трать, пока не зарабатываешь. В этом что-то... Я тоже самое говорю, на самом деле. У нас же много... Поток новичков-то большой, и многие там приедут, там, в Москве продал квартиру, у него, не знаю, там, 500 тысяч. И он думает, что он сейчас может все. Я хочу сказать, что... Не знаю, как 500 тысяч, а вот, скажем, 100 тысяч месяца за три спустить легко. Казалось бы, он даже вроде... Нет, ну, конечно, он купил тачку, но он не купил тачку, там, за 8 тысяч, а он купил, там, не знаю, там, за 35. Потому что ему кажется, что у него много, он может все, и потом бум-бум-бум, смотришь, а... И собранности то и нет. Вот когда человек без ничего, он очень собран, и он так очень набирается. Вот. А когда у него много есть, так он... Чего же? Ну, хорошо. Так, с вашим блогом. А вот родители же у вас есть, наверное. Конечно. Чего говорят родители? Возьми вопрос. Мы когда уезжали, мои родители не поддержали нас. Ну, скажем, сказали, что не сделают ничего для того, чтобы... Ну, то есть нам не нужна была помощь, но, как бы, сказали, что мы там прописаться надо было, какие-то вещи... Да, формальности некоторые сделали. Ну, а... Ну, Вовина мама, она просто с интернетом, как бы, ну, не особо дружит, поэтому... Наверное, смотрит, но мы не общаемся на эту тему. Нет, мама точно не смотрит. Так, подождите, значит, а если бы вы здесь во Львов уехали, так чего было бы? Куда? Ну, во Львов, например, из Киева. То есть не за границу, а, скажем, в пределах Украины, в другой город. Родители бы тоже бы так болезненно воспринимали? Да, мы подождем даже квартиры. Очень привязанные у нас... Я понял, я понял. То есть вот это... Добивается тяжелым трудом несколько жизней, а потом, как бы, вдруг... Спустите... Я вам скажу такое вещь. Я когда уезжал, тогда нельзя было продать квартиры. Единственное, что... Только-только, вот буквально на днях разрешили приватизировать кооперативы. Вот если у тебя есть кооператив, ты можешь прийти, выплатить полную сумму и перевести ее в частную собственность. Это было летом 90-го года. Они где-то разрешили, где-то в августе, в июле, что такое, а мы уже в ноябре уезжали. И так мы уехали, у нас не было ни копейки. Мы приехали втроем, нам поменяли... У нас было 456 долларов. И по два чемодана. Вот мы так приехали, и я хочу сказать... Нормально. Слышите, как бы... Живые? Не только живые, но и... Как это сказать? В меру упитанные. Это не то слово. Уже не в меру упитанные. Но... Нормально все. Поэтому... В вашем возрасте тем более. Господи, да хоть вообще голые боссы приезжают. Ничего страшного нет. И я знаю людей, которые и голые боссы к полтиннику приезжают, и тоже ничего. В этом случае в Америке... Нормально. Нормально. Так что... Если как глазки светятся, силы есть, настроение хорошее, вперед. Вам, конечно, надо было бы все-таки какой-то статус такой более постоянный. И тогда можно было бы совсем так как-то... ну, немножко стресса скинуть. Он, может быть, на вас не... Не вот так вот перед вами стоит и говорит... Но он в подкорке присутствует. Он приближается. Он приближается. Да, да. И он все равно как бы немножко давит и давит и давит. У меня было такое... Знаете, у нас был дом. Света как-то, жена моя, построила тут особняк такой большой. Что-то ей хотелось особняк. И когда мы его построили, мы поняли, что нам на двоих особняк никакого смысла нет. И, собственно, и денег жалко. Надо платить за него все время дополнительно. И у нас были деньги платить. Не то, что у нас не было. Мы хорошо зарабатываем. Но оно все время сидело в подкорке. И когда мы его, наконец, продали, и поехали рядышком в другой городок, рядом переехали, и все такое, и у меня вдруг появилось ощущение какое-то, что у меня есть деньги. А раньше я платил много, и у меня получилось, что у меня как-то плохо с деньгами. И не то, что я стал тратить больше, понимаете, или там... Но все равно, вот оно вот тут сидит, вот тут, и ты думаешь, вот груз какой-то на мозгах. Вот поэтому, если бы я был на вашем месте, меня бы это поддавливало немножко. Явно или неявно, но все равно бы это висело. Это стимулирует. Это хорошо, это хорошо. Да, как стимул, это изумительно. Конечно. А нет, ну тем более, вы молодые, и вас все стимулирует. Ну, два стимулятора. А, ну да, это правда, это хорошо. Слушайте, вы хорошо, вы так, в позитивном инвароменте, то есть вы, как сказать, вас подталкивают к действию. Ну что же, давайте так, вроде мы с вами побеседовали, моя задача-то состоит в том, чтобы люди, которые, ну как ведь, мозги открыты к восприятию информации самой разной, чтобы они, может быть, у них щелкнет, и допустим, если вот они вас увидят, и допустим, даже судьба одного человека, одной семьи изменится, кардинально, это будет, я считаю, уже не зря. Но, почему нет? Может быть, десятки семей, десятки людей что-то такое для себя поймут. Недавно у меня был парень из Украины, я не знаю, вы смотрите наш канал или нет, но у меня был паренек, который, значит, траки водит, он приезжает, а вы знаете его, да? Нет, мы смотрели. Ну да, да. Готовились к интервью. И он такой, как бы сказать, хорошенький, такое настроение, такое у него, там вроде там, где-то там, может, постреливают, там вроде не так далеко, там еще что-то. А он, вот он, понимаете, он живет, и он ездит, и он учит других ребят, и у него какой-то круг общения появился, и у него, вот это, он делает что-то достаточно уникальное, достаточно уникальное, востребованное, и все, и это самое главное. И ты можешь что угодно говорить, и кто угодно может что угодно говорить. Мне жена иногда, знаете, что дает? Она дает мне hard time. То есть, hard time, это, give hard time, это значит, ну, как бы сказать, стряску. Ну, можно сказать так, да. В общем, наезжает, вот так скажем, начинает меня наезжать. Не про вас будет сказано. Нет, у нас тоже такое бывает. Да, ну, это же вы ей позволяете. Я вижу, вы ей много позволяете, но это неплохо. Надо баловать, конечно. А кто еще побалует? Так вот, дает мне hard time. когда мне уже совсем не в моготу, причем, понимаете, как, ну, уже сказал, вроде и сказал. Так нет же, добить надо. И, значит, да, и я ей говорю, послушай, говорю, ну, давай так вот, я говорю, ты вот скажи мне, ты знаешь кого-то, кто там кардинально изменил жизнь, там, не знаю, там, пяти, шести, там, восьми тысяч людей? Она говорит, не знаю. Я говорю, так и отстанет меня. Ну, 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 то есть, как бы сказать, ну, ты не можешь меня вот этим аршином мерить, ко мне нужен другой какой-то аршин, который с учетом обстоятельств, потому что, ну, я же не только там тебе принадлежу, я еще как бы общественный такой тоже, я в целом, ну, так что, я к чему говорю, что, то, что мы все делаем, так или иначе, да, и я вижу массу людей, которые, я ничего такого не сказал, ну, ничего такого я не сказал, и ничего такого я не сделал, там, и чего-то, но вот в этот момент ему нужно было это услышать, и он услышал, и у него что-то такое кликнуло, там, триггер какой-то щелкнул, вот, там, и вдруг замкнулась цепочка, и пошел ток, понимаешь, и он куда-то там полетел, и говорит, это вы, мне так неудобно, потому что я знаю, что я ничего не сделал, я понимаю, что он просто шел мимо, и, и вот, ну, так вышло просто, но, ну, ну, значит, он бы кого-то еще услышал тоже, наверное, если ему нужно было этот сигнал получить, у него уже антенки встали, он бы где-то его еще получил, но, ну, должны же быть сигналы, в конце концов, вот включаешь приемник, а там тишина, понимаете, а мы каждый на своей частоте, что-то такое в эфир посылаем, значит, можно теперь ручку крутить, вот, пришел к ютубу, и крутишь ручку. Ну, мы говорим, что приятно быть божьими руками, если там кто-то говорит, о, классно, спасибо, спасибо, то есть, есть, есть еще концепция такая, мне она нравится, значит, она состоит в том, что сверху дают больше тем, кто лучше раздает, то есть, когда человеку дано что-то, оно ему не дано, чтобы употребить за его заслуги, а ему дается для того, чтобы он, если он умеет хорошо раздавать, ему дается больше, чтобы он лучше раздавал, чем лучше ты раздаешь, тем больше тебе приходит, и есть даже вот параллельная, как бы, такая концепция, что деньги надо тратить, потому что когда ты тратишь деньги, тебе приходит больше денег, с умом, конечно не то, что круги по воде, с монетками золотыми бросать, конечно, вот, с умом, но просто, есть люди, которые прижимистые, и меньше перепадает, то есть, надо давать денегам, легко уходить, тогда там новые будут приходить, когда, когда вроде не уходят, а зачем тебе деньги, и то же самое с этим, то есть, вот когда ты раздаешь, чего есть, это может быть деньги, это может быть совет, это может быть время, это может быть, я не знаю, там в аэропорту встретил, Вот у меня есть студенты, которые говорят, ребята, если нужно будет кого-то встретить, скажите, мы денег не возьмем, поедем встретим. Потому что кто-то их встретил. Вот эстафетную палочку передать. Поэтому чужие, нормально. Кстати, вот хочу сказать, справедливости ради, в свое время, когда я уже понял, что я уже давно не жил там, я уже где-то не там, в голове. И я очень много смотрел ваш блог, когда мы еще были в Украине, где-то в районе 2012-го, плюс-минус, там, ну, почти каждый день, ну, каждый ролик почти ваш. И, ну, очень серьезно повлиял на меня, и, ну, в плане, там, эмиграции. Вот этот был ролик хороший, вы рассказывали очень, я это часто использовал, там, периодически даже какие-то тренинги вел. Часто использовал эту фразу, что, ну, не обязательно, вот, ведро нечистот съесть, да, или ручка. Что было хорошо. И это очень сильно тоже на меня повлияло. Не обязательно, но другим людям обидно, когда кто-то мимо пробежал, они... Поэтому ты приезжаешь, тебе говорят, ты не думай, ты тут тоже ведро съесть. Да, конечно. Мы очень много общаемся с айтишниками, в том числе с тестерами. Ну, вот так как-то слышим. Да. Именно в Польше. Что там с тестувальниками у Польши? Очень много их. Суть в том, что сейчас многие компании крупные, вот, если знаете, там, вот, как Епам, Люксов, они просто вот делают такой релокейшн офисов большой, в более, ну, спокойные страны, да. Да, Люксов из Москвы, я читал, они забрали свой офис, да. Я могу сказать, в Киеве очень много, сюда, в Польше у них такой европейский такой вот конгломерат получается, и аутсорс, потому что на аренду часто дешевле цены, недвижимости, зарплаты примерно те же, для айтишников. Поэтому, но плюс тут, но тут в чем плюс? Тут все, ну, все легко делать в рамках закона. Это их основная. Так что, айтишники считают, что все должны в дерьмо поесть или что? Не-не-не-не-не-не-не. Я пытаюсь предугадать. У нас было интервью с ребятами, вот с одним таким айтишником, тестером, и его женой. И он, когда мы закончили, он говорит, слушай, а кто тебя вдохновляет? Кто на тебя повлиял? Кто на тебя повлиял? Я такой, ну-у-у-у, он говорит, ну, Портнов. И он, мы об этом вообще не говорили. И он понял. Да, он говорит, я так и знал. И он понял, что ты на меня повлияли. Тут мне парень какой-то написал, а я боюсь соврать, откуда он. Из Российской Федерации, что ли, не помню. Но, во всяком случае, вот он говорит, что он там послушал курс наш, пошел на интервью. И ему говорят, там вот вопросы есть, знаете, часто спрашивают. И один мне из Харькова рассказывал, что он задал вопрос, который я там в лекции, что надо там, что вы ожидаете от идеального кандидата. Так, и ему, он спросил ему, менеджер говорит, что это Портново слушаешь. Вот, а этот пошел, по-моему, в Москве было дело, не помню. И тоже спрашивает, как вы видите, идеального кандидата. И она, и там он, менеджер, говорит, да что, вы сговорились все, что ли, одно и то же спрашивают. Да, видите, как мир интересно устроен. Что нам пишут? Окей, к нам едут люди. Говорят, будем возгрузить через 30 минут. У нас тут будет гость. Мы снимем видео с гостем. Вы гостя знаете. Ну, и гостя все знают. Хвастович? Да не, ну, Хвастович мы часто снимаем. Это не было бы большим таким ярким событием. Это событие более яркое. Хотя и Хвастович тоже, на самом деле, нетривиальный, в общем-то, человек. Потому что при всем, при том, сколько ему достается там с разными критиками и так далее. Вот я вчера глянул, у него там 64 тысячи подписчиков. Слушайте, это... И я хочу сказать, что как-то он со мной сюжет там снимал. Иногда приходит и говорит, давай я тебя сниму. Я говорю, ну, давай. Так... Такая история получается, что, вот, допустим, я снимаю Хвастович, и я пишу Хвастович у себя в видео. А Хвастович снимает меня и пишет Портнов у себя в видео. И когда люди ищут Хвастович, они попадают на мое видео, ищут Портнова, попадают на его видео. И это гораздо лучше, чем попасть на видео какой-нибудь, там, скажем так, неприличной сущности, которая использует наши имена, чтобы, допустим, там, какую-то помойку проводить. Поэтому блогерам иногда неплохо вот так делать, скажем, Я вот с Олей Брукман снимал не так давно, там, месяц назад. Там за месяц пришло, не знаю, человек 700, кликнули по поиску на Брукман. То же самое с Наташей Квик. Инд Хвастович тоже. Это неплохо, если люди рядышком живут, или сейчас вот в скайпе можно. Это неплохо, это создает некий такой защитный, что ли, слой, такую защитную оболочку. Да. Но, тем не менее, там много народу, и когда вот он видео со мной записал, я думал, что там сейчас какая-нибудь гадость начнут писать, там, или что-то. И я хочу сказать, что на редкость прилично. На редкость приличные комментарии. Так что вот... Потому что я как-то воспринимал его аудиторию как очень молодежную раньше. Но он сам молоденький, ему там лет 26-27, не больше. Вот. И обычно молодежь, она такая более не сдержанная, или скажем так, менее сдержанная в выражениях своих. Нет, очень-очень ничего. Так что вот начнете ездить по Европе, будете снимать видео с разными блогерами. А потом приедете в Америку, и так покатите, и со всеми американскими снимите видео. А у вас уже к этому времени там этот трафик будет колоссальный, там 100 тысяч подписчиков, и так далее. Так, ладно, ребят, я с вами тогда прощаюсь в связи со всеми этими делами. Давайте мы передадим всем привет, так скажем пока. И на этом деле попрощаемся. Счастливо!